Сергей Шаров, как и остальные жители новой застройки, не понаслышке знает, как трудно в час пик проехать через шестой микрорайон. Особенно теперь, когда проезжая часть на улицах Ермолинской и Березовой сузилась с четырех до двух полос. Привычная дорога от дома до центра города теперь у него занимает в два раза больше времени. После снегопадов здесь до конца так и не очистили дорогу. Снежные завалы мешают как водителям, так и пешеходам. Складывается впечатление, что эти улицы коммунальщики обходят стороной. Вначале я позвонил в администрацию муниципалитет. Там сказали, что пожалуйста сделайте заявочку. Заявку можно делать в Дорсервис. И таким образом вам почистят все ваши дороги. Обратившись в Дорсервис по электронной почте, мне дан был официальный ответ, что данный участок дороги не входит в оперативное управление Дорсервис. Сегодня на Березовую снегоуборочная техника все-таки вышла. Однако очистили коммунальщики только часть улицы до поворота на Хокино. И сделали это неплохо. Большой город, большие дороги, большой объем снега. И так качественно и вполне быстро. Считаю так, что работа этих подразделений, в том числе и администрация подразделения, и в Дорсервис качественно хорошая. Спасибо. Улица Ермолинская так и осталась нечищенная. Почему так избирательно чистят проезжую часть, нам прокомментировала начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского района Вера Попова, которая пояснила, что на законных основаниях чистить этот отрезок дороги муниципалитет не может, ведь застройщик его пока не передал в район. У нас с вами есть, как у органа местного самоуправления, бюджетное законодательство. И все, что не находится в муниципальной собственности, является нецелевым расходованием бюджетных средств. То есть то, с чего мы делать не можем. В настоящее время, когда освобождается техника для того, чтобы хоть как в каком-то движении режиме поддерживать жизнь людей, туда сразу же техника запускается. Как только постановление выйдет от администрации Ленинского муниципального района о приемке этих дорог в муниципальную собственность, сразу же тогда заходит туда специализированная организация на обслуживание. В настоящее время по всем этим объектам мы пишем письма в адрес застройщика с просьбой принять незамедлительные меры к уборке данных дорог. В пресс-службе компании застройщика ситуацию комментируют иначе. Дорога, которая проходит по улицам Березовая и Ермолинская, построена компанией «Аматон» по договоренности с администрацией города Видное в рамках инвестиционного контракта. То есть это дорога общего пользования, которая расположена на государственном земельном участке. Согласно федеральному закону 214, мы не можем ее почистить, так как она не входит в зону компетенции управляющей компанией жилого комплекса. Все работы по чистке дороги и вывозу снега должны быть выполнены МБО «Дорсервис», о чем мы неоднократно говорили жителям. Мнения расходятся, а страдают местные жители, которые доверились красивым рекламным слоганам строительных компаний и приобрели жилье в новой застройке. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.